во имя отца и сына и святого духа евангелие от луки 15 глава с 10 по 32 стих но будем считать по одному стиху так говорю вам бывает радость у ангелов божиих и об одном грешнике кающимся эта неделя называется как блудного сына духовные люди говорят название должно бы быть другое притча о любящем отце и сразу становится на место смотришь картину рембрандта как он пришел упал на колени и все это в черно-коричневых тонах такое смуглое ян златоуз говорит не пропускай не только ни одного слова ни одной буквы это священное писание что там за этим скрыто я не знаю количество проповедей разных просчитал на эту и нигде не увидел чтобы в расширенном варианте это было а что это такое а вот авраам пошел туда-то зато он говорит какая была местность мы должны узнать какие были народы как они относились к нему почему это так было потому что те которые окружали его были кровожадные люди а мы даже ну пошел авраам и все нет надо за этим видеть другое вот они живет у них от авраама сын исаак все стали замечать между собой разговаривать и тебя как не знаю вот какой-то еврея поселился здесь овечка приносила по одному ягненка сейчас два-три а другой говорит у меня корову там петли даровал а сейчас 15 а почему а его стали прогонять с этого места и все поняли что лишаясь праведника они решаются милости божьей все вернется на прежние колхозы когда не урожая ничего нету все заросшее было я решил вот этим путем пройти здесь что означает дележ этого имущества какую роль они занимали до этого перед отцом понимаете как глубоко глубоко пытался проникнуть но не знаю как это удалось мне хотел чтобы вы это поняли и проверили по себе и по своим родным потому что притча она всеохватная она показывает какие мы есть младший сын или старший а потом сделать сравнение какой лучше ты который никуда не угодно сидит за столом песни поет о которой шагу против не сделал стоит на улице заходить не буду почему потому что смотрел что насыплял какие болезни там с нудницами возился какая на обработку полгода надо держать а вот за столом по нашим меркам мы рассуждаем правильно но по боже все выглядит совершенно не так во свете библии мы сейчас увидим какими алмазами каждое слово должно засверкать и она покажет россию какой роли она была это с того момента как приняли христианство куда мы пришли в конечном счете люди говорят сегодня понимают такие важные люди духовного сана что церковь была часто гонимая брали священника простреливали но чтобы быть так презираемой всеми как сегодня никогда в истории мира не было это наша православная церковь вот мы сейчас внимательно смотрите тут неделя так как раз я еще успел в субботу на эту неделю и мы сейчас посмотрим что нам дух святой откроет а вы молитесь чтобы никуда умом не вырахнулись считай брат еще сказал у некоторого человека было два сына и сказал младший из них отцу отче дай мне следующая часть моих следующий мне часть имение и отец разделил имение в жизни это так не бывает а сколько до какого момента если отдал все отец это кто на квартире у них стоит но это речь идет о боге о всеохватном слове божием почему он туда пошел знаете бог наделил людей удивительными дарами ходить на ногах а руки свободны они могут играть на клавишах ни одно животное этого не может делать что передние что задние у него конечности когда мы начинаем смотреть это какие таланты есть есть математической наклонности музыкальная ну то разные разные но самый страшный и самый добрый дар у бога это от бога свобода за свободу ли борется революции они люди не знают что свобода в божьем плане это уподобление богу бог свободе но никому не отчетен и господь дает человеку свободу и пророк говорит я предложил тебя жизнь и смерть благословение проклятия воду и огонь избери жизнь зачем тебе умирать добывает добавляет но и твою жизнь это так поровну разделил а что значит поровну таланты у нас глаза два глаза у каждого два уха а куда ты пошел до для бога посвятил или нет а то начинает рассуждать а вот знаете эволюционный период не было нигде ничего этого сегодня уже полностью это разнесено кто курица или яйцо я всегда отвечаю курица как так бог сказал да будет птица земля взвугрилась рядом петух на утро за веса стесла это согласно слова божия в любом вопросе мы должны увидеть промысл божий а мне в первую очередь а мне когда говорит провел там жизнь свою с блудницами кто они такие а кто такие свиньи я все решил все это проверить по святой библии не то что люди говорят а что мне бог скажет и бог открыл такую картину что я сам удивился даже а где же я нахожусь со свиньями там или давно уже сбежал дал отцу телеграмму прими меня все разбазарил твое имущество почему ли здоровья то никакого нет бог одинаково дает всем и вот разделил он поровну да так а почему именно младший неопытный вот какая была греция сейчас апостол пэр в греках был а россия это 989 и они нам уже старший то сын что принес евангелец который почти ничего нету и сегодня об этом прямо говорят прошлый раз это считал проповедь патриархи кирилла и мы тут остававшие были мы многое лето пропели он говорит что смесь это движение вперед чего мы сидим выходите на перекресте дорог подробно дословно записано даже чего не ожидаю что и будет и вот поэтому никогда не ставь точку а вот он такой а ты возьми вот это заглавное что он призывает людей благовестию наши длинные богослужения что они нам дали чего нету пустые храмы построили храма много ходить некому мы упустили тот год когда была дана свобода когда все было переполнено а в это время запада хлынули разные разные секты простощили и огромное число людей ушли туда а это все были наши люди православное мы ходили домой успели когда еще двери не запирали замков не было сколько мы обошли я приспособился чтобы сдавали алтайский государственный университет газета у них за науку у них девятьсот девяносто девять тираж я обкладыш не не регламентировался я заказывал двадцать пять тысяч оплачивал и мы ходили всем людям раздавали окрещение то что к истину православию у нас есть мы успели я постоянно говорил это золотое время для нас мы сейчас заглянем слове божием и так для чего ему нужно было это пойти ну хоть маленько бы сказал отцу где тебя искать что с тобой случится вот он идет работает я говорю ты брат напиши на бумажке я тебе искать то хоть через органы какие ты не пришел ночевать я же буду тревогу бить где ты будешь адрес такой то он не дал теперь слушайте где он оказывается по прошествии немногих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю страну сторону и там расточил имение живя распутно в дальнюю сторону это не рядом учитывая израиль там одна ниточка в край моря идет это значит другие большие страны куда народ пошел сколько об этом мы считаем если дома по-хорошему посмотрел какой бог милый тому разных народы и муж говорит или жена говорит давай мы примем там вот такому-то утром ты должен заявить на нее и рука она не пощадит первое будет в убийстве и и а то строжайшие законы были это она все написано в числа второзакония а как тогда любить бога знать свою историю которые через моисея бог дал нам снова повтори последнее предложение по прошествии немногих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое живя распутно что он думал я посмотрел сравнил это россия 989 год ни одного евангелия в стране нету привезли лопаты и сразу стали копать киевские горы пещерное христианство сегодня уже все в открытую говорят никто не скрывает что же мы наделали упустили какой был момент и люди которые истинно бога любили не под землю лезли ну теперь мы можем киево-пещерская там псково-пещерская лавра я там был везде норки такие там залезли а там в норках через нее ты провалились а там снова помещение там можно в дом там быть там уже свято следили но она комплекса залезла и застряла и они туда ни сюда не могут кричит там на все галереи господь сказал идите патриарх кирилл прямо многократно повторяет миссия это движение ну так это необычно было для нас движение не сидите дома вот представьте что вот вашего возраста вашей комплекции тут же живете в этом городе такие называемые свидетели югу правильно назвать свидетели сторожевой башни они дома не сидят меня с одной познакомили 84 года первая группа инвалидности по зрению и она мне какие письма писала я тоже выслали забеспокоились попросили выбросить кистину православию и она говорит как муж то не обращается она подробно описывают сосед ходит играет там шашки и внука туда тащит я на свои придумала меры никому не стал на стол ставить ничего она работает сколько раз эти люди подходили спрашивали и как подходит батюшки я как ты пришла туда я очень люблю бога но ничего не знаю достала евангелие считаю не понимаю я пришла те селиферии я вот хочу знать ага пинуты ходишь сверху ходишь причащаешься ну да что тебе еще надо прошло время на читать начало евангелие от луки уже и она с этими вопросами снова косу или перья он снова отправил и вдруг двери прекрасно одеты юноша и девица а вы не хотели бы ходить на уроки по евангелию евангелие ну-ка родные заходите все потеряли навсегда теперь она же никогда прав не придет иконы сожжет все это все лежит на нас мы проспали как сейчас ставят ролики кто про хлопал словом про хлопал начале войны совершенно безоружные были безоружные в первые дни больше четырех миллионов плен пошло в истории мира этого не было это все открыто сейчас показывают там такие ученые военные почему сразу не видели этого когда нас грех обуял в юности почему никто не пришел на помощь уж потеряю совершенно отделенный от мира кажется один знакомый родственник приезжает он в один день научил детей курить взял с тобой можно купаться пойдем они на соседнее озеро и там же научил их курить и дурные слова говорить для этого ничего не надо потому что грех обладает силой притяжения и он человек то был хороший а сейчас не знаю что с ним делать но уж мы там поняли такую тревогу да чтоб больше ноги у здесь не было но мы не можем себя изолировать полностью от мира он пошел далеко ушел телефон не работал он не знал что делать и как он жил вот говорит так он жил такой это духовно понимать яков пишет обращаясь к людям к верующим прелюбодея и прелюбодейцы а есть блудники а кто это важнее важнее нет тут здесь кто более виновен блудник это один живет и собой не руководит вступает в грех а прелюбодея изменяет жене супружеской верность или жена мужу и он называет слушатели своих разве вы не знаете что дружба с миром есть вражда против бога не надо воевать просто иди туда где гуляют где новый год справляют поздравляю ходи и все ты уже на той стороне как дьявол отмечает и вы думаете что в храме все все ваши и смеется даже самая малость отступили ты господу может быть неугоден совсем немножко 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 как видим вас волам ослица даже проговорила остановила я с тобой раньше поступала так нет а гляну а тут ангел стоит смещен еще один шаг и полетел бы пропасть нас животные уже оставляют если мы не идем прямым путем господним считаю мы он ушел далеко растащил все и что дальше когда же он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться и пошел пристал к одному из жителей страны той а тот послал его на поля свои пасти свиней то есть это стране была нужна такая или у него никак она не указывает это место эта причина не говорит можно оба варианта просмотреть вдруг наступила нужда и нужна большая а нужно главное какое ну ты специальности какие имеешь главное специально сельское хозяйство хлеб и все остальное что до пищи идет второе это прикрыть тело уже в раю бог дал шкуру наденную адама с евой что текстильная промышленность третье это строитель а все остальные далеко там с вырезанной вырезанной чашкой стоят ждут очередь что подадут вот это самые главные специальности и он правильным путем пошел но для иудея свиньи а кто такие свиньи не бросайте жемчуга перед свиньями псами псы говорит толкователь это люди неверующие а свиньи это верующие которые совершают поступки грязные вот и все так выходит о нас там речь идет тайна греха где-то сказать исповедуется батюшки одного расскажет щек греха потом другому и вот так ну там много священников то есть ухитряется как угодно но чтобы об мне не подумали какой я есть а когда я на кронштадтском он стоит и на весь храм кричит я изнасиловал дочь свою я не плакал не кто-то говорит а министр просвещения первого правительства советского слышал своими глазами а сегодня тихо да не знаю да не проговорил как грех нужно ворвать с корнем а когда тащи с корнем бывает и звук слышат так как отрывается и вот здесь он дошел до последней точки и что он хотел какую пищу взять и он рад был наполнить чрево свое рожками которые ели свиньи но никто не давал ему у меня нет рожков но я заказал на юг и мне привезли его они действительно на вещи рожки похожи как большой стручок бобы или там горох черные такие для свиньи это как раз ну человека да и он брата может то что искали то она выкинула где-то и за ним наблюдали ему даже это не давали ты еврей обрезанный не лезь к свиньям ты хуже свиньи вот это как теперь что они несут какое бремя на себе это нам говорят верующие тоже мне иисусики а когда до дела дошло где вы оказались это нам на каждом шагу подсовывать мы должны быть совершенно неуязвимые у нас всегда должен быть хлеб какой сейчас мы хлеб этот открыли господь говорит дам тебе такую воду которая никогда не будет истекать из шрева потекут реки воды живой из языка слово это притча надо того глубокий смысл может дать нам если ее смотреть и далее не дают сегодня не поел завтра не поел дальше что придя же в себя сказал сколько наемников у отца я моего избыточствует хлебом а я умирает голода тут правда то что он умирает от голода откуда он знает у отца наемники и кто они считают это люди которые в оглашенное попали они еще не за столом но они уже любят хозяина пришли надо понимать отец это господь наш спаситель как мы к нему относимся мы сейчас увидим кто же лучше и хуже выглядит два брата а нельзя ли как то из них в серединку взять да быть такими а кто мы в этой притче то встану пойду к отцу моему и скажу слушать что он будет говорить значит придя в себя отсюда вывод до этого времени он был как одержимый ну многие не ходят в храм вот сказать что верующие христианин прям я христианка я говорю пост соблюдаешь какой ну вот сейчас сейчас масляне соблюдают да ну сейчас кто его соблюдает ну я первую неделю постараюсь как нибудь ну а вторую там уже как удастся вот и дело то какое даже у нас поста то это фактически нету меню меняем то а вот совсем рот не брать да первое то они как постились то по неделе в рот не брали не пили не ели и вот здесь преткновение первое он уже начинает говорить в число наемников может отец меня примет он осознает вину свою а сегодня что не попало на делу и приходит как ни в чем не бывало я гляжу уполномоченный прелигиозным культом стоит в покровском соборе главный враг когда узнал что от нас ходатайство бабушек причастить он там моя жена говорит вокруг стола забегал в крымом отделе почему не допустили причастить больных парализованных не допустят теперь смотрю в окровском соборе стоит ягода после то соблюдаешь великий пост да нет мне нельзя я курочку там это курочку тебе тебе верблюдать не одолеть наверно уже сегодня все ты знал везде все закрывали храма ни под каким видом не могут могу поделиться однажды открывали они в славгороде все сделали все по форме все по чертежам не открывают а вот у вас капельная на стене там пылинки задерживаются надо убрать они давай долбить отбойным молоком долбили они опять нашли он там прямо говорит что нужно сделать чтобы приняли он не скрывает отлучите лапки на церкви и сразу храм откроем это я знаю из первых уст но он говорит на это не пошел это бог так делает чтобы мы нигде не пошатнулись и враг будет знать а за почему мешаем им потому что если никому не угождаешь то слово божие может коснуться их даже в таком виде он придет храм сегодня такое а завтра может быть другой и дальше отче я согрешил против неба и перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих это он составил речь свою надо не забыть сказать как я ушел а когда придет до конца не договорит это надо увидеть дальше значит все сказал правильно и далее встал и пошел к отцу своему и когда он был еще далеко увидел его отец его и сжалился и побежав пал ему на шею и целовал его сын же сказал ему отче я согрешил против неба и перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим а отец сказал рабам своим так а дальше это сказал при меня наемников не сказал считает он поцелуем своим закрыл его рот я тебя принял я все все забыл ты пришел главное и он знал какой он есть явился мертвец в складбище было на чем подумать считаем принесите лучше одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги а почему не омыть его пришел оттуда от свиней ясное дело требуется санэпидемию какую-то здесь побеждать нет его почему считается что это был крещеный человек он был уже в отца был в храме вот такие только приняли крещение больше мы ни разу их не видим нигде а потом я встречаю почему ты не ходишь а я хожу а куда ты ходишь ну и называй там какая-то секта куда волок его брак никуда в дом отца как далеко ты не ушел написано далекую сторону тебя закинуло я пойду к отцу для этого есть исповедь мы счастливы тем что есть священник где мы можем исповедоваться он имеет власть отпустить грехи простить тебя господь он и говорит я только свидетель не сам это делает и приведите откормленного теленка и заколите встанем есть встанем есть и веселиться тут все понятно и вот сейчас старший сын появляется из-за горизонта ибо этот сын мой был мертв я жил пропадал и нашелся мертвый и пропадал связи не было никакой и пришел совершенно мертвый не надо никаких изменений да вот знаете я тогда никак мертвый если Господь позволит завтра я расширю еще эту тему на слове смерть помолитесь об этом чтобы ничего не упустить страшная тема а ее надо знать нам потому что мы все смертные и здесь он и начали веселиться как они начали веселиться как евреи вот сегодня они за руку берутся кругом становятся пляшут и поют и поют псалмы поют пение разных много сегодня интернет помогает но как поют по-еврейски они псалмы бывает дети поют где-то ну я о себе скажу я больше никогда не слышал я не певец слуха нету а тут все как будто бы куда-то уходит и я понимаю я вижу как эти слова идут к Богу такой фемия в этих словах а вот видно пожилой мужчина а рядом ребятишки стоят евреи все и как он дед дарит внуку своему видимо Тору пятикнижие и как обнимаются идут вместе и потом поют сегодня есть что посмотреть если не знаете кому-то попроситесь и вы увидите откуда мы получили истоки нашей веры Израиль сегодня есть в 48 году в 1947 государство Израиль после двух тысяч лет отсутствия вдруг возникло на земле это самое большое политическое чудо это немыслимое и вернули тот язык который был утерян и все люди на нем разговаривают не знаю еврей там едешь есть знаете нужно научиться удивляться все время славить Бога всегда говорит радуйтесь еще раз говорю радуйтесь никакой печали нет дома проплакался вышел лицо вытер вынул да об этом говорится чтобы никто не видел наше лицемерие и дальше старший же сын его был на поле и возвращаясь когда приближился к дому услышал пение и ликование то есть это так неожиданно было а отец то его далеко увидел почему он все время смотрел я читал такой рассказ одна дочь ушла из дому ну пришло время она поняла все пропало у нее надо хоть с матерью повидаться пришла калитка открыто в двери подошла и дверь открыта когда она вошла она поняла мать умерла и никого нет хоть кто то есть электричества еще не было тогда и мать говорит я кто ты дочь а почему не закрыто дочка я никогда не закрывала когда ты ушла я боялась что ты придешь а закрыто и ты повернешься и уйдешь так оно могло случиться вот почему один писатель через которого я стал искать Бога Виктор Юго он говорит дверь врача не должна запираться а дверь священника должна быть всегда открыта фраза какая дальше и призвав одного из слух спросил что это такое он сказал брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка потому что принял его здоровы надо одежду все забыли кольцо там да это вечная любовь а ничего простой язык теленка заколол понимаете летом когда этого не было и слуги все радуются теленку ну ничего это у нас тоже гости да хороший обед какие то там кушанье приготовить и что он осердился и не хотел войти вот и все с отцом каждый день вот взять каждый день молился если это господь показал хозяине в этом и не хотел войти в данный момент он оказался дальше от отца чем погибший мертвый пришедший домой мертвый сын вот где мы окажемся там и он нигде не нарушал он все делал шел с поля он работник а с поля значит что-то было что-то где-то жертвовали и ничего оказалось это не мешает все зависть это только пришел да где и сейчас скажет какая вина его брата не стыдится назвать отец же его выйдя звал его то есть растащил имение проще впереди что как растащил повыше вот он говорит нет должно быть он сказал и отец его принял ладно если принял отец но ты то при чем зайди и радуйся теперь отец вышел какой разговор у них идет но он сказал в ответ отцу вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказания твоего но ты никогда не дал мне и козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими а когда этот сын твой расточивший имение свое и с блудницами пришел ты заколол на него откормленного теленка от отца укоряет вот не такие ли мы вот думайся об этом бывает человек предуходит от таких грехов даже сказать страшно несколько убийств на нем он уже все там ответил ну а как ответил возмездился смерть смерть но закон его оставил жить и боязнь с ним даже в комнате чтобы он у тебя ночевал где-то а мы не знаем что дальше будет оказывается этот человек теперь будет самым известным во всем мире он убивал христиан он ненавидел их он арестовал их мужчин и женщин и наступил момент осияло солнце правды и теперь мы узнаем что гонящий православных ну христиан он гонит самого спасителя христа он же сказал ему сын мой ты всегда со мной и все мое твое а о том надобно было радоваться и веселиться что брат твой сей был мертв и ожил пропадал и нашелся не написано что он зашел ну и так понятно все здесь поставлено было на место а теперь этот сын куда уйдет или пойдет со старшим работать тут много вариантность но мы конечно избираем лучше то есть оба они сидят рядом вместе радуется на отца и ликующий отец снова у него два сына и как бы ни было они здесь и вот эта прекрасная притча она как многому научает нас никогда не отчаивайся если тебя далеко далеко унесло брось этих свиней которые вокруг тебя иди к слову божию и оно это слово божие это хлеб теленок это жертва иисуса христа да явится нам господь в таком виде в котором мы здесь его видим не упрекал не укорял и чтобы на суде божьем господь сказал явился мертвый потерянный я его простил обнял поцеловал богу слава за все во веки веков аминь